Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. По ряду причин я не буду раскрывать детали вопроса, потому что он содержит информацию конфиденциальную. Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнали люди, того требует профессиональная этика. Но суть вопроса заключается в том, что по стечению обстоятельств в результате действий маленького ребёнка в интернете оказалась некоторая информация об авторе вопроса, которую он не хотел бы, чтобы она там оказывалась. Вследствие чего возникли нежелательные разговоры, вследствие чего возникли сплетни, вследствие чего автор вопроса чувствует себя плохо. Вот. И, значит, по её словам, в первый день она отнеслась к этому с юмором. Вот. Сегодня меня накрыло, сыночь не спала, аппетита нет и, соответственно, есть чувство стыда. Соответственно, вопрос, который задаёт автор вопроса, звучит следующим образом. Как я сейчас могу себе помочь, не затревая в этом чувстве стыда? На самом деле ответ здесь довольно простой по своей сути. Вот. Но не такой простой, если мы говорим о его реализации. Вам необходимо это чувство проживать. Вы можете проживать это чувство со своим мужем, если позволяют отношения ваши. Вы можете прожить эти чувства со своим другом, если таковой у вас есть. Вы можете проживать это чувство с психологом, что было бы самым, пожалуй, лучшим решением. Потому что вопрос самопомощи здесь, ну, в общем-то, довольно сомнителен. Самопомощь редко когда работают. Ну, потому что если бы вы могли себе помочь, вы бы как бы не обращались за помощью. Вот. А, соответственно, любые советы, которые могут вам дать, это просто советы со стороны. Они, ну, как бы идут не от вас. А в процессе терапии, да, в процессе психотерапии вы можете найти как раз-таки какие-то ресурсы в себе. Самое. Это первое. Второе. Чувство. Чувство стыда. Что такое чувство стыда? Ну, вообще, чувство стыда – это чувство, связанное напрямую с подавлением наших потребностей. С непринятием наших потребностей. С несоответствием того, как мы привыкли себя видеть, с тем, какие мы на самом деле. И, соответственно, та информация, которая появилась в интернете теперь, благодаря случайности, а может быть даже и не случайности, потому что, на мой взгляд, случайно ничего не бывает, и если информация, в принципе, находилась вот в таком формате, что она могла, ну, попасть в интернет, то, наверное, у вас к этому бессознательно было несколько специфическое отношение к вам. То есть, что здесь? Здесь история про демонстрацию. Дело в том, что у человека и есть такая потребность демонстрировать. И демонстрация, она является определенной формой реализации потребности, например, потребности в значимости, потребности в том, чтобы получать восхищение, одобрение и так далее. То есть, иными словами, эта информация, созданная вами, появилась в результате вашего действия и в результате реализации какой-то вашей потребности. И, соответственно, вам эту потребность и, как бы, факт того, что она дополняет и, может быть, изменяет ваш образ, необходимо принять. Точнее говоря, впустить в свой, так скажем, на свое сердце. А сейчас вы держитесь за привычный образ себя. И этот привычный образ себя, который не является вами и вызывает чувство стыда. Точнее, не в соответствии, теперь, этому образу. Да. Безусловно, можно рассматривать демонстрацию, как проявление некоторой психологической проблемы у вас. Не связанной с тем, что вы описываете. Можно. Но, поскольку я не знаю, хотите ли вы с этой проблемой работать, поскольку я не знаю, считаете ли вы это проблемой, то то, что я могу сказать, это вот в рамках именно таких вот категорий. Да? Вот. То есть, именно то, о чем я сказал. И, соответственно, как только вы допускаете, как только вы признаете, что, ну, условно говоря, что вы настоящая. Да? Не совсем такая, которую вы себя привыкли видеть, которой вы себя демонстрируете, да? Как только вы впускаете потребность в свое восприятие себя и для других людей, на всякий случай оговорюсь, что речь идет именно о потребности, не о форме. О форме может быть самая разная, вот, то вам сразу же станет в этом смысле гораздо проще, ну, проще вот как-то взаимодействовать с другими людьми и так далее. Сейчас вам понятное дело, что тяжело. И то, что вам тяжело, связано ровным счетом с тем, о чем я говорю. По крайней мере, с моей точки зрения, с моей позиции это выглядит именно так. Вот. То есть вам предстоит провести определенную работу как над собой, так и над взаимоотношениями с вашим мужем, который оказался здесь, в позиции, ну, на мой взгляд, в позиции такого, знаете, несколько зависимого человека, да? То есть ему бы как-то вот вас поддержать в этой ситуации, да? Ему бы как-то вот, ну, вам, может быть, ну, как-то вот помочь, да? Ну, показать, что вы, что он, там, ну, грубо говоря, свален, что он, что вы не одна, вот. Но вместо этого он тоже демонстрирует, как бы, ну, в данном случае, он тоже демонстрирует поведение вот такое, ну, я бы сказал, несколько деструктивное для вас. Что, естественно, ну, вам никак не помогает, что, в принципе, ну, что, в принципе, нормально. Вот. Поэтому я думаю, что вам предстоит определенная работа над коррекцией этого, ну, как бы, в целом. Да, другой вопрос. Хотите ли вы этим заниматься? Вот. Но, тем не менее, ответ вам я могу дать. именно такой сейчас, на данный момент. Что еще можно добавить? Ну, на мой взгляд, вам не хватает внимательности к себе. На мой взгляд, вы к себе невнимательны. На мой взгляд, вы пропускаете какие-то вещи, очевидно, вот в своей жизни, да? Своей эмоциональной, чувственной, психологической, интимной, вот. На мой взгляд, это совершенно здесь очевидно, что называлось. Вот. И, соответственно, с этим вам тоже нужно работать. То есть повышать уровень, так скажем, своей внимательности к себе. Вот. Сейчас, сейчас, вот, к сожалению, ничего такого не происходит. Вот. Сейчас, к сожалению, ну, в этом направлении вы не двигаетесь. Сейчас, к сожалению, этому вниманию вы не уделяете. Но, по факту, именно по факту, это очень, очень важно. Вот. И, соответственно, весь вопрос теперь заключается в том, как бы, будете ли вы с этим что-то делать. То есть вы можете уйти в штыц, вы можете уйти в подавленный, вы можете продолжать цепляться за образ свой, который, вот, является не совсем, ну, скажем так, полным. Вот. Но можете в этой ситуации увидеть возможность для вашего расширения. Да? Это не означает, ну, это не означает однозначного появления каких-то определенных моментов в вашей жизни. И уж совершенно точно не означает появление в вашей жизни чего-то такого, чего бы вы, например, не хотели бы. Вот. Но это означает определенного рода изменения. И либо эти изменения в вашей жизни будут, и вы сможете обрести, вот, ну, гармонию, счастье и так далее. Либо нет. На мой взгляд, как бы, характер информации и ваше отношение к людям на данный момент являются антагонистическими. То есть, на мой взгляд, это борьба сейчас. И ваша задача, как мне кажется, эту борьбу аннулировать. То есть, сделать так, чтобы это перестало быть борьбой. Сделать так, чтобы больше это не было борьбой. Чтобы, например, люди, которые с вами взаимодействуют, общаются, которые знают вас. Чтобы в вашем окружении были только те, ну, только те люди, только такие люди, которые бы принимали бы ваше возможное увлечение, и ваши возможные способы обращения со своими потребностями, вот, без каких-либо негативных моментов. Да? Вот. Вот как-то так, я думаю. И, конечно же, конечно же, я бы сказал, что, естественно, чем больше вы стыдитесь, то есть, чем больше у вас, вот, ну, чувства вреда, тем больше люди будут на это реагировать. Потому что люди реагируют на то, что чувствует человек, но не на то, что они сами, ну, хотят, чувствуют, знают, делают и так далее. Это очень важный момент. Поэтому, поэтому, да, безусловно, безусловно, то, что сказали мои коллеги, справедливо. Ну, то есть, вот, что забудут, что вы неинтересны и так далее. Это правда. Но мне кажется, что вашей задачей могло бы быть не то, чтобы ждать, пока люди, например, забудут. Да? Да? А ваша задача могла бы быть в том, чтобы уже сейчас заняться собой, своей жизнью. Вот так, так мне кажется, можно вам ответить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам начать, вот, ну, двигаться дальше по пути, ну, по пути исследования себя, по пути понимания себя. Вот. Безусловно, то, что вы описываете, является предметом для психотерапии. Потому что вполне возможно, что у вас в той или иной степени есть психологическая травма в результате того, что вы описываете. И вам нужна помощь в том, чтобы, ну, максимально корректно, максимально конструктивно взаимодействовать со сплетнями. Вот. Вот. Поэтому, на мой, на мой взгляд, вам самостоятельно справиться с этой ситуацией будет довольно сложно. Вот. Но ничего невозможно не существует. Поэтому обращайтесь за помощью. Мы будем рады вам помочь. Вы большая молодец, что начали об этом говорить. Вы большая молодец, что поделились этим с нами. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Будем на связи. Субтитры создавал DimaTorzok